В прямом эфире седьмого канала новости в студии Алексей Майоров. Здравствуйте. В Измаиле люди недовольны работой местной милиции. Сотни горожан сегодня пикетировали райотдел. Среди требований правильно квалифицировать правонарушения, обуздать преступность и победить практически свободную продажу наркотиков. На митинг у измаильской милиции собралось больше сотни людей. Пикетчики обвиняют правоохранителей в коррупции, но больше всего их волнует недавнее нападение на местный ночной клуб. Резонансное нападение произошло 2 января. Группа мужчин ромской национальности разгромила ночной клуб. Один из охранников получил с десяток ножевых ранений. Моему сыну было нанесено 9 ножевых ранений. Убили, он уклонялся в висок, и 8 ниже пояса порезали. В ногу там кость попал, нож известно будет, нога нормальная. Из всех нападающих милиция задержала только одного. Сейчас он под стражей. Мужчину обвиняют в хулиганстве. Это, по мнению горожан, слишком мягкая статья. Вопросы к громаде Измаильской, к МВД, в общем, ко всем, а именно к новому начальнику. А больше вопросов у нас к Макану Максиму Ивановичу. Какие были приняты меры по расследованию чашких преступлений в городе Измаиле, в Измаильском районе за последние 3 года? Сколько было совершено и сколько из них было раскрыто? Судя по всему, в Измаиле опасались штурма райотдела. Из Одессы даже привезли целый автобус спецназа. Штурм не состоялся. Чтобы успокоить людей, хватило уволить начальника городской милиции. Его преемник теперь обещает расследовать бездеятельность правоохранителей во время резни в клубе. Есть недоработки со стороны непосредственно участвовавших в задержании сотрудников милиции в этих событиях. Внутренние расследования идут в полном объеме по данному происшествию. Проводится оно на самом высоком уровне и контролируется на министерстве. Там есть рядовой состав, будем говорить, младший начальствующий. Есть старшие офицеры, которые должны были руководить этим вопросом. Новое милицейское руководство также обещает отловить оставшихся на свободе цыганских хулиганов. К тому же в Измаиле попытаются справиться с торговлей наркотиками. По словам местных жителей, сегодня это едва ли не главная проблема. К тому же точки зелем якобы покрывают правоохранители. Ну а измаильские активисты пообещали выйти на митинг снова через 10 дней, если их требования о наведении порядка в городе не будут выполнены. Уборка снега в Одессе производится вопреки всем нормам безопасности. Снег выбрасывают прямо на проезжую часть. Дворники говорят, такое указание поступило от начальства. При этом, например, сотрудник ЖКС в Узовске от комментария отказался. Это опасно. Машина будет ехать, соответственно, с асфальта на лед фактически. Что идет? Занос, столкновение и, не дай бог, могут погибнуть люди. Кто будет виноват? Ну и я отмечу, что таким способом борются со снегом во всех районах Одессы. Собственники помещений в торговом центре Афина выступили с претензиями к компании Объект-Сервис, которая предоставляет им коммунальные услуги. Они считают, что тарифы на электроэнергию были повышены необоснованно, а качество обслуживания не соответствует нормам. Подробности далее. В торговом центре Афина сегодня неспокойно. Собственники помещений собрались возле офиса Объект-Сервис. Они не желают платить за электроэнергию по новым тарифам. До сих пор механики нам не ответили, то бишь Объект-Сервис, это то же самое. Не ответили, на каком основании они это сделали. Они не предоставили тарификацию. На каком основании они повысили нам коммунальные услуги. Все мы прекрасно сегодня понимаем, что при чем здесь поднятие доллара и гривна. Все платится в гривне. Какое отношение они привязали к доллару. Они всем сейчас рассказывают про доллары. Собственники жалуются, покупательский спрос значительно упал, а вместе с ним и доход. Поэтому платить за коммунальное обслуживание в два раза больше просто не имеют возможности. Афина уже стала абсолютно для всех непривлекательным торговым центром, как для предпринимателей, как для клиентов. И на этом фоне обслуживающая компания взяла и подняла тариф на уборку и охрану на 50%. В то время, когда никто не повышает аренду, никто цены на товар не пересчитывает, по старому курсу продают, они берут и поднимают. Мы им говорим, ребята, у вас что, уборка золотая. Владельцы помещений утверждают, тарифы были повышены самовольно. Документов они не видели и дополнительных соглашений не подписывали. По состоянию на сегодняшнюю дату от обслуживающей организации не поступило ни схематики начисления тарификации услуг по обслуживанию, ни дополнительных соглашений с прикрепленной калькуляцией, либо каким-либо иным приложением, которое бы аргументировало или обосновывало начисление данных тарифов. В свою очередь, компании «Объект-сервис» отвечают с новыми тарифами. Все предприниматели были ознакомлены документально. Однако, кто из конфликтующих прав, выяснить так и не удалось. Обе стороны не предоставили никаких документов. Это 5% людей, 5% от всего общего количества магазинов здесь, хозяев, которые не платят. 95% были здесь, мы с ними беседовали, они все понимают, платят это все, они понимают, мы им объяснили. Эта ситуация была затеяна неплательщиками. Собственники считают, платить вдвое больше просто не за что, ведь уровень обслуживания очень низкий. Они придут в вонючий туалет и посмотрят, что там все в дерьмом забито, они увидят, что крыши текут, они увидят, что мы по плитке спотыкаемся, которая ходим. Торговый центр «Офина» действительно находится в печальном состоянии. Трещины на несущих стенах, протекающая крыша или, к примеру, водосток, с которого вода течет прямо под дверью офисов. Только вот согласно договору, объект-сервис за ремонт здания ответственности не несет. Вот и возник замкнутый круг, в котором не выигрывают обе стороны. Анастасия Симонова, Олеся Повар, Дмитрий Бондаренко, 7 канал. Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры области и отменил решение суда первой инстанции, которым за коммерческой организацией было признано право собственности на комплекс фонтанов набережной площадью почти 300 квадратных метров на пляже Лонжерон. Чему мы не полягаемо, что это самая защита интересов территориальной громады? Было укладено договор оренди частини морского узбережья, что расположено, в том числе, и на пляже Лонжерон. Согласно этого договора, все, что будет побудовано с товариством и его основниками, оно будет належать территориальной громаде. Соглядно, мы считали, что права территориальной громады порушена, и нами было подано апелляционную скару в интересах Одесской Минской Рады. Ну, а я напомню, в 2012 году решением суда на право собственности комплексов фонтанов претендовали пять граждан, и исполнительный комитет горсовета обязан был выдать соответствующие свидетельства. Это решение прокуратура обжаловала в апелляционном, а затем и в касационном порядке. Но судом дело было возвращено на новое рассмотрение. По результатам этого рассмотрения в сентябре 2014 года Приморским райсудом иск предприятия и признание за ним права собственности на комплекс фонтанов набережной был удовлетворен. Это решение было обжаловано прокуратурой в апелляционной инстанции в пользу городской громады. Ветераны военно-морского флота и подводники, школьники и курсанты Одесского мореходного училища имени Маринеска устроили торжественный митинг и возложили цветы к плитам в честь погибших одесситов-подводников на Аллее Славы. Также устроили чествование, посвященное 102-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Александра Маринеска. Ольга Голодова, далее. Не зря, говорится, назывался врагом номер один Гитлера. Подвиг его достоин. Все мы о нем помним. Это наш земляк Одессит. Он дал нам своим подвигом, показал пример, каким надо быть. Вячеслав Иванович морю отдал 34 года жизни и сегодня пришел на Аллею Славы, чтобы не только почтить память Александра Маринеска, но и выразить слова поддержки всем, кто гибнет сегодня на востоке Украины. Мы, естественно, ветераны вооруженных сил, городская организация и ветераны-подводники в своих организациях, эту дату превращивают, как она бы общая для того, чтобы выразить свое отношение к тому, что сегодня гибнут наши люди, с тем, чтобы поддержать морально-физически их действия семьи, родных, близких. Это честь в любом случае быть в этот день сегодня вместе с ветеранами, с курсантами, с теми людьми, которые сегодня пришли сюда. Это место для нас останется в любом случае очень знаменательным. Мы здесь давали присягу, присягу нашему училищу и, конечно, мы будем сюда приходить. Ветеран-подводник Владимир Иванович говорит о флоте с гордостью. Есть еще изречение очень большого, великого флотоводства Петра Первого, который все знают. Страна, имеющая выход в море и не имеющая флота, обречена. Поэтому сегодня мы должны помнить, что флот, раньше во флоте служили элита, просто элита. У третикурсника Владимира и папа, и дедушка учились в одесской мореходке, поэтому он решил пойти по их стопам. Говорит, морская профессия ему по душе. И о подвиге маринеска он знает. Сам Гитлер его назвал врагом. Он потопил судно. Это любимое судно, кстати, Гитлера было, Вильям Густав. У него водоизмещение было 400 тысяч тонн, кажется. Он его затопил, и из-за этого он и стал врагом номер один и героем Советского Союза. Прадед Натальи был знаком с маринеска, поэтому память о герое хранит с достоинством. Сегодня она стала членом организации объединения ветеранов-подводников и ветеранов флота имени маринеска. Ведь вот оно море. А почему там ни одного нашего судна нет на рейде? Почему нет ни одного сухогруза, ни одного пассажирского судна? И вот организация подводников и ветеранов флота, здесь совершенно верное название. Я думаю, что призвано именно собирать людей, которые прожили жизнь этой судьбой и учить молодежь. Ольга Голодова, Дмитрий Бондаренко, 7 канал. Красивых круизных лайнеров в этом году будет меньше. Всему виной последние события в стране. Портовые сборы, которые Одесский порт получает от круизных перевозок, составляют всего 3% от общего объема. Но здесь основная цель захода круизов даже не в финансах, а в имидже города. Из запланированных 159 заходов на 2014 год состоялось всего 32. У нас была изначально 91 заявка на круизный судозаход на 2015 год, но из получаемой информации от представителей круизных операторов похоже на то, что будет немного более 30 по факту. Опять же, это зависит, ситуация мониторится, чтобы вы понимали. Одесский порт вообще сотрудничал более чем с 30 круизными компаниями. И на сегодня ими мониторится ситуация буквально онлайн. Что касается грузопереработки в Одесском порту, в 2014 она составила чуть более 24 миллионов тонн. Рост по сравнению с позапрошлым годом 6% из-за перенаправления части грузопотока из портов Крыма. Одним из главных событий в порту стало введение в эксплуатацию первой очереди нового контейнерного терминала «Карантинный молл». Также создана новая акватория «Лонжероновская». А вот на 2015 год запланирована реконструкция транспортной эстакады порта. Теперь дело за выбором подрядчика. Госавтоинспекция собирается внедрять в работу с водителями новые виния. Это касается и составления так называемых европротоколов. Написание сообщений про ДТП для страховой компании без участия госавтоинспекции. Это позволит значительно упростить процедуру оформления ДТП и не дожидаться ГАИ. Главная новация – в Одесской области вводится оплата штрафов прямо на месте правонарушения с помощью банковского терминала у инспектора. Правда, пока такая техника есть лишь у нескольких экипажей. Что на сегодняшний день это позволяет? Это во время документирования нарушений правил дорожного движения составляется административный протокол. Если водитель согласен с тем, что он нарушит, у него есть при наличии у него банковской карточки возможность оплатить штраф на месте. Обезналы, естественно. То есть, опять же, что упрощает саму процедуру. Время, поездка в банк, естественно, какая-либо очередь. Но это у него есть возможность уплатить на месте. Переселенцы, которые находятся в Одессе не более двух с половиной месяцев, могут получить продовольственную помощь. Волонтерский центр открыт каждую субботу по адресу улица Канатная, 35. Подробности далее. По адресу Канатная, 35, расположилась корпорация монстров. Только монстры никакие не страшные. Здесь работают волонтеры, которые уже на протяжении семи месяцев помогают переселенцам. Каждую субботу на Канатной, 35, мы выдаем памперсы, детское питание, продукты, которые мы сами покупаем, и в том числе и одежду. То есть, это все проходит благодаря Одесситам. Одесситы приносят, мы собираем деньги в сети на волонтерскую карточку. Все это закупаем и каждую субботу выдаем. Сегодня в волонтерский центр прибыла продовольственная помощь от Организации Объединенных Наций для полутора тысяч переселенцев. Мама двух детей Диана с благодарностью рассматривает продукты, которые приготовили волонтеры. Здесь макароны, здесь тушенка, сардины, две баночки, крышневая каша, сахар. Вот такой набор мне дали. И на двух деток. Я сама из Луганска. Я переехала сюда с семьей, мужем. Двое деток маленьких, меньшему годик. Устроились в Одессе мы в октябре месяце. Вот сейчас зашли, с помощью взять, спасибо ребятам, волонтерам. Я очень благодарна. Ну, как сказать, спасибо им огромное. А разбирать вещи волонтерам помогают их коллеги из Америки, которые передали помощь. Конкретно переселенцам я помогаю впервые. Я миссионер. В Украине живу уже два года и помогаю людям. Я хочу сказать, что люди, конечно, в сложной ситуации, но все наладится. Кроме прибывшей помощи, в волонтерском центре Екатерины Нажемниковой помогают мамам с детьми до 12 лет и пенсионерам старше 60. Каждый переселенец из этой категории может прийти и получить помощь в виде продовольствия, одежды и предметов гигиены. Юлия Федорова, Олеся Повар, Кристина Кондратьева, 7 канал. Должны были достаться воедам, а достались мошенникам. Речь идет о квартирах, которые обещали выдать семьям бойцов АТО в Белграде-Днестровском. Оказывается, служебные лица одного из обществ с ограниченной ответственностью организовали и провернули преступную схему. Они вначале по поддельным документам стали владельцами 12 квартир в Белграде-Днестровском, а затем реализовали указанную недвижимость в Министерство обороны Украины. Мошенники получили от военного ведомства 1 миллион 170 тысяч гривен и передали недостроенные и непригодные для жилья помещения семьям военных. Ни техническим, ни санитарным нормам жилье не соответствовало. Военная прокуратура Южного региона Украины по данному факту открыла уголовное производство, статья мошенничества, совершенная в особо крупных размерах и организованной группой. Виновных ждет наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Депутаты Верховной Рады от Одессы Николай Скорик и члены фракции «Оппозиционный блок» готовы служить в АТО. Пресс-служба Одесского народного избранника заявила о том, что Николай Скорик не голосовал за частичную мобилизацию. Также, по мнению «Оппозиционного блога», частичная мобилизация должна была начаться с Верховной Рады, администрации президента и Кабинета министров. Вместо зачетки расчетная книга, вместо знаний бессмысленной диплома. Рыночные отношения в высших учебных заведениях теперь норма. Наши корреспонденты отправились продавать свои дипломы в пешеходный переход. Сколько стоит высшее образование в Украине? Узнавала Анна Грынев. Дипломы, продаем дипломы. Дипломы, кто хочет? Покупайте дипломы. Очень дорого. Покупайте. Дипломы. Юристы, педагоги, экономисты, врачи. Дипломы. Продаем дипломы. Вот так происходит практически во всех украинских университетах. Одесские вузы больше похожи на супермаркеты для дипломов. Хочешь красный – плати больше. Хочешь синий – плати, как все. Преподаватели диктуют расценки громче лекций. В учебных заведениях попроще. Зачеты стоят до 30 долларов. Ну а чем круче вуз, тем дороже вам обойдется сессия. Платить за экзамены и зачеты нужно всей группой. А еще лучше всем потоком. Дешевле выйдет. Так сказать, оптом и по скидке. Но виноват здесь не только преподавательский состав. Студенты, идя на сессию, уже заранее готовятся платить. Ведь по статистике практически половина будущих специалистов абсолютно нейтрально относятся к проявлению взяточничества в вузах. Как относятся именно студенты университета к коррупции в университете. И 40% ответили, что относится негативно. И 39, почти 40%, ответили, что нейтрально. Это, на наш взгляд, плохо. Потому что эти люди, в целом, они несвятенны. И они не знают, до каких последствий может эта коррупция привести. Заочники – золотая жила. Для них фраза «учиться и подрабатывать» уже не актуальна. Теперь они работают и подучиваются. А вот что по этому поводу говорят сами студенты. По понятным причинам мы скрыли лицо и изменили имя заочницы. Алиса учится на втором курсе одного из одесских университетов. Мечтает стать хорошим специалистом. Вот только ее желание не обоюдное. В моей группе около 30 человек. Практически все из них или из Одесской области, или из других городов Украины. На сессию они приезжают уже с заранее подготовленной суммой. И когда учителя видят, что на экзамен к ним приходит один человек, они это воспринимают не как само собой разумеющиеся вещи, а как некую наглость. Затем начинаются намеки на взятки и долгие походы по пересдачам. Я так понимаю, в нашей стране специалисты в своей области не нужны. Кроме нарушения принципов моральных, будущие специалисты и их преподаватели в первую очередь нарушают закон Украины. Как такового понятия взятничества в Уголовном кодексе Украины нет. У нас есть неправомерная выгода. За то, что преподаватель получит ту самую неправомерную выгоду, что в простонародье называется взятничество, взятка, он получит штраф в размере от 17 тысяч гривен до 25 с половиной тысяч гривен. А также за неправомерную выгоду преподаватели и студенты поплатятся лишением свободы на срок от 2 до 12 лет. Чтобы таких случаев не было, попытаемся понять, как работают вузы в более успешных и современных странах. С помощью скайпа мы связываемся с настоящими и бывшими студентами из разных концов света. Как победить старую систему, а вместо нее получить современное качественное образование, узнаете в спецрепортаже только на нашем канале. Анна Грынев, Сергей Чумаков, Виталий Батуев, 7 канал. Чем дороже ингредиенты, тем менее доступным становится горячий обед для украинских семей. Цены растут, а следом и так называемый индекс борща. Сколько сегодня одесситы тратят на национальное блюдо, узнавала Ирина Стрибко. В украинской кухне много вкусных блюд, но, пожалуй, самым известным является борщ. Овощной суп, сделанный из феклы, капусты, помидора, моркови и картофеля, покорил сердца и желудки ни одного гурмана. Мы узнали, во сколько сегодня обходится одесситом горячий обед. И в первую очередь, какова цена основного ингредиента национального блюда – мяса. Мясо сейчас в данный момент 75 гривен. 70-75. Ребрышка 65-60, по череве 60-55. Продавцы говорят, что мясо выросло в цене на 5-6 гривен, поэтому спрос потребителя упал существенно. Овощной набор также подорожал. Приблизительно на 1,5-2 гривны. Правда, пока что цена не является критической. Картошка 5 гривен, борочек и морковка 6, капуста 4 гривны. Фасолька стоит 30 гривен килограмм, 14 гривен баночка, 7 рублей стаканчик. Чеснок подорожал, наш отечественный чесничок, вот этот веночек, 2 гривен и его лука. Все мы знаем, борщ сметаны не испортишь. Молочные продукты сегодня не дешевое удовольствие. Сметанка 45, сливочка 60-70. Как говорят в Одессе, делать базар на сегодняшний день достаточно затратное дело. Кошелек буквально худеет на глазах. Минимальные закупки обходятся в 150-200 гривен. Дорого. Если настоящий борщ, ну, как мы любим его, с мясом, с фасолей и так далее, это дорого. 200-300 гривен, это минимум. Минимум, если купить мясо. Если раньше я тратила 200, то сейчас 400 гривен 500. Бывает, что так, притых совсем. Если я беру с мясом, то где-то в полный базар я делаю 150 гривен. Многодетная мама Татьяна признается, что борщ готовит только раз в неделю. Раньше семью чаще баловала горячим обедом. Борщ раз в неделю не чаще, только потому, что детям надо кушать жидкое. И сейчас же этот борщ как дорого. Потому что и капуста подорожала, и картошка сейчас подорожала, все подорожало. Татьяна говорит, что ее заработная плата полторы тысячи гривен. На продукты питания в неделю тратит 250. Это, чтобы накормить четверых членов семьи. У хозяйки даже кухонные ножи экономно чистят овощи. У нас даже ножи экономные, чтобы не такой большой расход был картошки, чтобы много не выбрасывать. Картошка, морковка, все очень удобно. Они меньше снимают шкуры, меньше выкидываешь, на этом тоже экономишь. По словам экспертов, до недавнего времени государство пыталось с различными постановлениями Кабмина, приказами профильных министерств регулировать цены на основные группы продовольствия. Но сегодня большинство из регуляторных актов утратили свои действия. Но самая главная проблема в посредниках, которые покупают за небольшую цену продукты питания, а продают достаточно дорого. Паразитическая прослойка вот этих посредников на рынках, в гипермаркетах, она сжирает и умножает цену реального производителя на 2 на 3. Причем, если реальный производитель действительно кровью и потом фактически выращивает эти продукты, рискуя урожаем, получает деньги, в лучшем случае оправдывает себестоимость производства, то вот эти вот спекулянты, посредники, которые имеют возможность большой денежной массы на руках, покупают оптом, а потом продавая в розницу, умножая эти цены. Специалисты говорят, что проблему можно решить. Для этого нужны государственные программы, которые позволят нормализировать рыночную цену. Но пока эксперты решают эти вопросы, львиная доля зарплат одесситов уходит на всеми любимый горячий обед. Ни для кого не секрет, чтобы сварить вкусный борщ, нужны хорошие продукты. И, к сожалению, на сегодняшний день они существенно выросли в цене. Боюсь, что в скором времени национальное блюдо превратится в экзотическое. Ирина Стрябко, Константин Должневский, Дмитрий Бондаренко, Алексей Барановский, 7 канал. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам и берегите себя.